Арктика Арктика долгое время оставалась естественным природным заповедником редких зверей и птиц. Несколько лет подряд в погожие дни орнитологи ищут здесь гнездовье белой чайки. Мы побывали в самых различных уголках архипелага. Там вдоль берега птичьи базары, там люрики гнездятся, чистики, бургомистры, все как нормальные птицы. И отдельно от всех мы увидели белых чаек, то есть все как 140 лет назад. Белая чайка. Приполярная птица семейства Чайковых. Длина тела около 45 сантиметров. Клюв желтый с зеленоватым основанием, ноги черные. Гнездится колониями, чаще на скалах, в продолжительной жизни около 30 лет. Белая чайка впервые была упомянута британским китобоем Джонасом Пулом в 1609 году. Но по сей день она остается одним из наименее изученных морских птиц не только Арктики, но и мира. У биологов есть такое понятие – организмы-индикаторы. Они позволяют очень точно оценить здоровье экологических систем. Сейчас лед становится меньше, берега открыты. И таким образом течение имеет доступ прямо к побережью. И тут же стал накапливаться мусор, который принесен отовсюду. Если уменьшится ледяной покров, а острова земли Франца Иосифа покроются мусором, то и белая чайка там окончательно исчезнет. Живыми индикаторами здоровья полярной экосистемы помимо белой чайки стали в том числе белые медведи и моржи. То существо настолько древнее, настолько уникальное в своем роде и внешне, и по образу жизни. Меня это очень впечатлило. Я действительно в моржи влюбился с первого взгляда. Хотя внешне они очень страшненькие, неказистые. Морж. Крупнейший представитель ластоногих в своей среде обитания. Хищник. Длина бивней может достигать одного метра. Выделяют два основных подвида. Атлантический морж. Их осталось всего около 20 тысяч. Тихоокеанский морж. Численность составляет приблизительно 200 тысяч. Многие действия с этими, казалось бы, неуязвимыми животными требуют не только ловкости, но и величайшей осторожности. Взятый на биопсию с помощью специальной стрелы кусочек живой ткани может выявить, какие заболевания распространены именно в этом сообществе животных. И не грозит ли им массовая вспышка какой-либо болезни. Если произвести забор слишком грубо и бесцеремонно, то в лежбище моржей может возникнуть паника. И эти огромные животные, ринувшись к воде, попросту подавят друг друга. Лежбище моржей на Чукотке доступнее, чем в Арктике. Но местные жители свои чумы переносят от берега подальше в тундру. Собаку водят, костров стараются не жечь, чтобы ничем не помешать животным. И раньше, и теперь, ну как назовем, не писаный закон. Не подходить, не стрелять там, не разгонять. Первый морж, добытый в году, является для охотников сакральным. По их поверьям, это сам бог, который пришел к людям и пожертвовал собой ради их благополучия. Традиции соблюдаем. Тут хозяин лежбища в селе есть. Он тут истинный коренной. Первого моржа, когда добывали, особенно вот Байдара, хозяина лежбища, добывала первого, а потом уже остальные. И первого добудут, всем по чуть-чуть, но раздадут всем. Еще в 1956 году в нашей стране был введен запрет на коммерческий промысел моржей. Он действует и по сей день. Однако жители Чукотки наделены исключительным правом добывать моржей для поддержания традиционного уклада жизни. Субтитры создавал DimaTorzok